Всем привет! С вами снова я, Настя. И сегодняшнее видео будет посвящено пяти клипам, которые покорили мою душу. И последнее время только они чаще всего играют в моем плейлисте. Итак, это корейские песни. Поэтому, если вы не слушаете кей-поп и вообще просто вас даже тошнит от азиатов, то, пожалуйста, не смотрите это видео, потому что не хочется, чтобы были негативные отзывы только из-за того, что наши музыкальные вкусы расходятся. Итак, поехали! Первое место в моем списке занимает группа God с песней Saturday Night. Если сравнивать эту группу с другими, скажем так, просто европейскими группами, то они напоминают мне Backstreet Boys. Все потому, что это уже старая группа. На данный момент просто произошло, скажем так, они вернулись. Это был камбэк, причем спустя очень большое время. Но при этом многие из них до сих пор очень даже ничего. Ну да, сказала Настя о дядечках, которым уже за 30. Но просто если смотреть именно этот клип, Saturday Night, я думаю, он покорит любого, потому что это веселый клип, и он сейчас, ну, фрагмент его крутится внизу. Музыку, к сожалению, я пока не буду сюда вставлять. Вы можете просто перейти по ссылке внизу под описанием на данный клип, послушать песню, посмотреть как раз клип. Боже, ну они же очень смешные. И песня сама по себе очень динамичная. Она заводная. И она покорила мою душу, потому что если вам с утра что-то лень делать, просто включите их в песню, и настроение у вас поднимется автоматически, и вот как энерджайзер будете все делать быстренько. А также заранее сейчас извиняюсь за звук, потому что лето, окошко открыто, потому что мне жарко, хотя я надела кофту. Что не сделаешь ради вас. Второе место в моей списке занимает песня Хюмин из Тиара вместе с Лока. Песня называется Nice Body. Дело в том, что я не худенькая девочка, я очень габаритная, но я так считаю. Мера упитанная. Талия есть, это самое важное. Да, груди нет, но это... да нет, она есть. Ладно, в сторону пошлой шуточки. Nice Body это мотивирующий клип, ну по крайней мере для меня, не знаю как для остальных. В данном видео, которое вы видите ниже, просто я еще пока не знаю, как он фрагмент там крутится, рассказывается история о большой, габаритной, очень габаритной девушке, которая только делает, чтобы есть пончики, заедает в свои горе, и где-то в глубине души она мечтает о прекрасной фигуре. И вдруг, уснув, ей подкатился золотой пончик, надкусив который, она приобрела великолепную фигуру и стала просто Хюмин. В данном клипе очень много, скажем так, эротических движений. Корейцы бы, наверное, поставили 18+, в категорию. Но я не считаю, что это слишком бульгарно, просто сейчас концепция у многих группы менялась, они все пытаются делать движения более сексуальными, чтобы увеличить просмотры, набрать побольше фанатов, особенно именно в мужскую, видимо, группу, как я понимаю, а не девушки, которые будут тащиться от фигур. Вау, у нее такая фигура, да я хочу ее, ну, конечно. Клип мотивирующий. Допустим, посмотрев этот клип, я понимаю, что, блин, ну, хочешь ты похудеть, ну, не сиди на месте, не жри сейчас, иди, лучше, там, скакалку возьми, попрыгай, побегай. У меня лень такая штука, да? Вы меня понимаете, наверное. Итак, за мотивацию и динамичную музыку Хюмин занимает второе место в моем хит-параде. Поехали дальше. Третье место занимает группа Beast, либо B2S, кому как, че. Для меня они все время Beast. Вот хоть убейте мне, хоть объясняй мне, что я, может, что-то не так произношу, и я буду называть их так, как будто я привыкла. С песней Good Luck. На самом деле, я очень люблю их песни, мне нравится просто именно само звучание, у них отлично подобрана все время музыка. Так что первое время, когда ты послушал песню, ты просто будешь ее, наверное, неделю мурыжить. Ты будешь ее слушать, и она просто не перестанет тебе нравиться. То же самое именно с этой песней, именно с этим клипом. Мне очень понравилось. У меня даже статус в ВКонтакте был такой. Да, ну да. Все это клипы. И я очень рада, что наконец у них появилась новая динамичная песня. Четвертое место в моем списке занимает группа Crane Pop. О, да, девочки в шлемах, тренниках и в юбках. Это Секси. Что-то вообще об этой группе. Она на любителя, скажем так. Потому что песни у них немножко нестандартные, клипы тоже, одежда вообще желает польшего. Ну, кому-то очень даже они нравятся. Именно песня новая у них называется Hey, Mister. Это песня из дорамы. Предыдущий ролик был про корейские дорамы. Я рассказывала там про драму Любовь от музыку трот. Если вы смотрели эту дораму, в конце всегда играет песня. Там проигрыш такой, типа там, Mr. Hill, Mr. Lee. Вот. Это именно эта песня. Если вам просто нравится эта дорама, скачивайте эту песню. Я думаю, она вам понравится. Она тоже заводная. У меня какой-то хит-парад заводной. Все песни, которые, в принципе, я сейчас озвучиваю, они все более-менее веселые, кроме, наверное, вот Good Luck. Она такая средняя. Потому что все-таки это, ты говоришь, прощай, до свидания. Мы с тобой больше не встречаемся. Вот. А так, да, музыка веселая мне очень нравится. Едем далее. Последнее место занимает группа New East с песней Goodbye. Также у них есть еще одна новая песня. Я просто название видела только на корейском. А так как читать на корейском я еще не умею, соответственно, сказать, как называется песня, не могу. Но, но, вы видите сейчас чуть-чуть ролик. Если вы перейдете по ссылочке под видео, вы найдете как раз видео с концерта. Там они поют три песни. Ну, начало там это четвертая, но это просто как привеет, даже не считаю, что это песня. И вот первая музыкальная песня, лиричная, это она. Она мне тоже безумно нравится. Мне очень понравилось то, что у нее изменялась концепция. Я имею в виду внешний вид участников. Произошли некоторые изменения. Допустим, Рейн, он наконец-то более-менее мужественный. Это, да, момент, когда парень больше похож на девушку. На парень. Я вначале тоже думала, это, наверное, как-то и прекрасен. А может, это ты баба? Но не обижайтесь, кому он нравится. Нет, сейчас с темными волосами, с короткой стрижкой, он тоже очень идет. Он такой миленький, хорошенький. Так что, я думаю, многие не так против его изменений. Ну, по крайней мере, не ущерб себе. Итак, на этом, пожалуй, все. Хватит читать час, а то я так прям много-много говорю на эмоциях, потому что долго не снимала. Это уже отдельное видео будет. Маленькое, такая пятиминутка я называю. Итак, надеюсь, вам понравился мой хит-парад. Смотрите песни, клипы внизу под ссылками. Описание. Смотрите внизу клипы, видео по ссылочкам там в описании. Все будет, я вам все оставлю. Вы можете послушать. Если вам нравятся эти же песни, ставьте мне палец вверх. Комментируйте, рекомендуйте свои песни. На самом деле, у меня очень много того, что я слушаю. Просто сейчас закрыла плейлист свой в ВКонтакте. Так можно было посмотреть, что у меня, ну, очень много песен было новых. Прибавилось так резко. Мне нравятся новые песни некоторых групп. Я не спорю, допустим, у... Этой... У Джи Йон из Тиар. У меня тоже новая песня, новая концепция. Я отдельный диск один где-то делают. Ну, альбом. Так что много, 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 много песен выходит. Я не успеваю просто сразу всю сборную солянку делать, потому что каждый день появляется новый вид. Но вот из того, что вышло, допустим, на прошлой неделе, ну, максимум месяц, это мои самые-самые любимые. Итак, на этом, пожалуй, надо остановиться. Настя, замолчи. Всем большое спасибо. Спасибо, что вы смотрите меня. Спасибо, что количество подписчиков растет. Мне очень приятно, что вам нравятся кей-поп и корейские драмы так же, как и мне. Оставляйте свои комментарии. Подписывайтесь на мой канал. Рассказывайте о нем. Пускай еще нас много. Нас, господи, да в одной группе фан-сап-мания 33 тысячи фанатов кей-попа. Вы представляете, сколько нас? Ой, ладно, так все. Все, всех люблю, всех целую. Пока.